Итак, вы только что посмотрели мое первое обзорное видео, а это видео номер два. Остановимся подробнее на некоторых моментах. Это в первую очередь для тех, кто недавно на канале. Повтори, у меня 2500 роликов. Чтобы вы не запутались во всевозможных нюансах, это второе видео, которое следует посмотреть. Мы объединяем здоровую кетодиету с интервальным голоданием. Что ж, приступим. С утра вам нужно продержаться без еды как можно дольше. Не надо есть, если вы не испытываете голод. Это главный момент. На самом деле, очень многие едят, не испытывая голода. И они не понимают, почему это не работает и нет результата. Но тело наконец-то начало сжигать жир, а вы его снова кормите. Происходит следующее. Уровень инсулина повышается, он растет. В результате уровень сахара в крови падает, и через полтора часа вы опять будете голодны. Так что, на самом деле, именно то, что вы съели вчера вечером, определяет, будете ли вы голодны утром. Если следовать этой диете правильно, как я рассказываю, с двумя приемами пищи в день, утром вы проснетесь без чувства голода. Так что цель — продержаться как можно дольше. Возможно, до обеда вы не продержитесь, и вам нужно поесть в 11 часов. Ладно, позавтракайте в это время. Однако нужно стараться завтракать как можно позже, пока ваше тело адаптируется к сжиганию жира, а не сахара. Переход в полноценный китоз может занять от 3 до 5 дней, иногда дольше. Это первое практическое правило. Если есть дважды в день с промежутком в 4 часа, то есть вы идите, потом ждете 4 часа, затем снова идите, это и будет так называемым окном. В результате ваше голодание будет длиться 20 часов. Это прекрасно, это приведет к значительным результатам. Интервальное голодание не приведет к снижению веса лишь в том случае, когда у человека менопауза, гипотиреоз или он уже практиковал диеты. Из-за медленного метаболизма ему придется есть не 2 раза в день, а 1. И тогда он начнет худеть. Есть люди, которые худеют очень медленно, даже при одноразовом питании. Им надо еще больше увеличивать этот интервал, поскольку их метаболизм совершенно не живой. Я такое встречал, редко, но у некоторых людей с рождения очень медленный метаболизм. Причины этого могут быть разные, им, вероятно, нужно есть через день. И продолжать, пока их система не восстановится. А со всеми остальными мы поговорим, что есть в первый прием пищи и что во второй. Я просил много людей, и вот что мы с ними едим. Яйца. Я ем 4 яйца в день, можно есть от 2 до 4. Яйца от кур, выращенных на натуральных кормах. Они дороже, но они того стоят. Очень важно, чтобы яйца были органическими. Яйца с птиц и ферм просто ужасного качества. Далее идет авокадо. В нем огромное количество калия и очень полезных жиров, чтобы вы дольше были сыты. Сыр. Если вы мужчина и у вас проблемы с простатой, не ешьте сыр. Но если сыр качественный и органический от коров, выращенных на травяном корме, а лучше сыр из козьего молока, то это не проблема. Далее, бекон. Некоторые не хотят есть бекон, в нем ничего страшного. Я люблю бекон. Покупаю его на фермерских ярмарках. Если будете брать бекон в магазине здорового питания, выбирайте органический и без нитратов. Сахара должно быть менее одного грамма. Кстати, в беконе и вообще в свинине много витамина В1. А если кто-то скажет, что бекон вреден, но сам ест курятину, я позволю себе не согласиться, потому что курятина, если вы берете ее не у фермеров, просто отвратительно. Далее, ореховые пасты. Можно есть миндальную пасту, арахисовую, главное, без сахара, пару столовых ложек. Предназначение ореховой пасты — дать вам достаточно жиров, особенно в начале, чтобы вы могли дольше не испытывать чувство голода. Если вы едите в 12, ешьте котлету или просто кусок мяса, баранину или какое хотите, 85-170 грамм. Допустим, если вы молоды и у вас быстрый метаболизм, съешьте 220 грамм. Или если вы спортсмен, съешьте 220 грамм. Если у вас крупное телосложение и вам нужно больше белка, съешьте 220 грамм. Я бы не стал превышать этот объем за один прием пищи. Я говорю не о количестве белков, а о размере самого куска мяса. 85-170 или 220 грамм. Незачем высчитывать объем белка в кусте мяса, и это многое меняет. Далее идут овощи. Их можно приготовить на пару. Некоторые можно есть сырыми. Либо салат. Я ем много салата. Нам нужно очень много салата. Некоторые разделяют порцию салата между этим прием пищи и этим и съедают 5 и 5 стаканов или 4 и 4 стакана. 4 стакана на самом деле не так много. Это порция среднего размера. Лично я съедаю всю дневную норму салата за раз. Примерно 10 стаканов, иногда даже больше. Я к этому привык. Если после того, как вы едите зелень, вам становится хуже, это значит, что ваши бактерии обитают не совсем там, где должны. Возможно, у вас то, что называется сибор. Ссылка в описании. В этом случае потребление овощей следует снизить, иначе клетчатка в овощах будет задерживать жидкость. У вас может начаться вздутие, и вы не будете терять вес. И дело не в том, что вы не худеете, просто у вас задерживается жидкость. Ведь после салата вы должны чувствовать себя хорошо. Вы можете есть немного салата и постепенно увеличивать порцию. Кто, по-вашему, ест клетчатку из тех самых овощей? Бактерии. Но возможно, что их для этого просто не хватает. Причин может быть много. В описании будет ссылка на видео об этом. Оливковое масло, бальзамический уксус, отличные заправки. Возможно, еще горсть орехов или семян — это дополнительные жиры. Это один из вариантов меню. Это второй. Просто в качестве примера. В описании есть ссылка на мой сайт, где есть примеры различных блюд с рецептами. Это же примеры типичных блюд для кого угодно. Допустим, вы едите семгу. Прекрасная рыба. Это один из лучших белков. В нем также есть омега-3, а нам нужен высококачественный белок. Можно также есть сардины. В них полезные жиры. У меня есть ролик на эту тему. Или морепродукты. Это источник йода. Можете есть рыбу или морепродукты. А на ужин салат. И жиробомбу. Что такое жиробомба? Это что-то вроде печенья со здоровыми жирами. У меня есть их рецепты. Многие их едят. Они дают сытость, чтобы продержаться до следующего приема пищи. Когда тело приучится сжигать жир, можно обойтись и без них, ведь вы сжигаете собственный жир. Но вначале они вам помогут. Вот еще примеры блюд. Можно есть куриное мясо, желательно со шкуркой. Сделайте ее хрустящей. Или крылышки. 85-170 грамм куриного мяса или крылышек. Белок. Его должно быть умеренное количество. Спаржа или любой другой овощ, который вам нравится. Или салат. А также маслины в качестве жира. Лично я ем много орехов. Обычно после еды. Пока совсем не наемся, это помогает дольше не есть. Главное не устраивать вечерний перекус. Нужно добавить достаточно жиров, чтобы продержаться от ужина до самого завтрака. Я осознал, что величайшая человеческая слабость — это скука. Вам придется занять себя вот тут, чтобы не заскучать и не съесть чего-то нехорошего. Можете пить витамины. Не проблема. В любое время. Когда пьете воду, добавляйте чайную ложку яблочного уксуса и лимонный сок. Утренний кофе. Ограничитесь одной чашкой. Можно выпить чаю. Можно добавить буллет-пруф. Это масло MCT и кокосовое масло. Можно перемешать это все в блендере и пить, если хотите. Особенно в начале. Это поможет обойтись без первого приема пищи. Не проблема. Но если спустя пару недель это замедлит похудение, то лучше исключить эти лишние жиры. Желание перекусить значит, что вам нужно больше жиров. И больше зелени и овощей. Это решит проблему. Тяга к хлебу означает нехватку витаминов группы В. Я рекомендую электролиты в порошке и витамины группы В. И или пищевые дрожжи, они есть в таблетках. Это очень важно для плавного перехода, чтобы избежать проблем. Морская соль. Не бойтесь добавлять ее в еду, поскольку вам нужна соль. Вы будете терять жидкость, и ее нужно возмещать. Физические упражнения. Лучше во время голодания, то есть утром. Так от них будет больше пользы. Адаптация может занять больше времени. Но показатель того, что вы по-настоящему в китозе, вас не тянет ни к чему. У вас отсутствует чувство голода. Вот тогда процесс идет. Это лучший критерий. Теперь у вас есть новый пласт информации и знаний. И увидимся в третьем видео. Если вам понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok